Янович, ну ты рассказывай, что там на Востоке? Как там турки, сирийцы? Янович загрустил. Знаешь, как раз сирийцы гораздо лучше, чем турки, потому что у сирийцев началось перемирие, которое идёт при чрезвычайно серьёзной поддержке со стороны Турции. Перемирие поддерживает артобстрелами, и, как могут вообще говоря, срывает всё, что могут. При этом у Эрдогана, видимо, непонятка на тему того, что его лоббисты в блоке НАТО за него воевать всё равно не будут. И он очень искренне хочет втянуть их всех в войну, а странные американцы во главе с госдеповским начальником господином Керри этого не хотят, видимо, потому что они вообще представляют себе, кто такой Эрдоган, зачем ему Алеппо, Масул. И мы сейчас довольно много говорим на эту тему с американцами, которые несколько растеряны, потому что выяснилось, что их, по-русски говоря, кидают, и причём хотят втравить в большую войну с Российской Федерацией, с Ираном. А им-то это зачем? Только что Обама подписал ядерное соглашение, которое выводит Иран из-под санкций, вводит его на мировой рынок. Это, может, нас не радует, исходя из того, что он лишний конкурент по нефти и газу, но, с другой стороны, это лишний кусок мирового рынка, в том числе, кстати, вооружений и ядерных технологий, на которые мы выходим. Но, с третьей стороны, никто не будет воевать с Ираном. И в этот момент начинать из-за амбиций Турции, которая хочет открыжить кусок севера Сирии и кусок севера Ирака, очень странно. Это же ещё одна, кстати, тема революционная наша. Перестанем воевать на Украине и в Сирии. Когда Боря Надеждин с трепетом говорит, я не хочу, чтобы мои дети воевали за какого-то Асада, я не знаю, есть ли у него дети, но я совершенно точно знаю, что в Сирии воюют непризывники. Там нет айзовников. Не точно, не дети Боря. Ну, дети Боря не будут воевать даже за Россию, я подозреваю, судя по такому настроению. Не готов прекратить. Вчера провёл с ним в очередной, вот втравили меня час на телевизоре. Нам писали, кстати, что-то он на спецкоре такому интересному сказал. После часа, нет, это будет на общественном телевидении через несколько, там, через неделю, наверное. Но просто этот час отложился в моей душе чрезвычайно. Потому что очередная серия информации из Википедии и Росстата, которые взят, видимо, через тот же интернет, это, конечно, потрясает. Но, если так говорить о Турции, то она сейчас выбирает, ударить ей по нам и по сирийцам или нет. Войска сосредоточены. Помнишь, наш самолёт не пропустили вдоль границы? Конечно. А то он бы там не то зафиксировал, чего надо зафиксировать. Правда, там и так всё фиксируется, в том числе со спутниками. Ребята, они как-то это не очень. А вертолёту с министром обороны Германии не разрешили сесть на греческом острове Лесбос, пограничном с Турцией. Турки не разрешили? Правильно. Правильно мыслите, товарищ Соловьёв. Потому что это демилитаризованная зона. При том, что авиация Турции, военно-воздушные силы Турции нарушают греческие границы. Обращая внимание на то, демилитаризованная там зона, просто Греция, вот ровно так же, как я на количестве мышей под снегом. Им это абсолютно неинтересно. Ужас какой. Понимаешь, в чём дело? Корабли НАТО, которые ведь должны одновременно останавливать миграцию, не пропустили опять турки через территориальные воды свои, чтобы они шли к тем маршрутам наблюдать. При этом Турция страна НАТО. Нет, Турция, конечно, страна НАТО, но она очень интересная страна НАТО. Она такая страна НАТО, которая использует НАТО в целях, близких к извращенческому. А-а-а! Ну, я не готов говорить конкретно. Нюансы, нет. Но в данном случае, смотри, ты страна НАТО. У тебя идёт некоторая операция по предотвращению притока беженцев в Европу. Операция выглядит так. Ты посылаешь в Европу несколько сотен тысяч человек, ну, по маршруту там... Получаешь за это два раза деньги. Получаешь за это три миллиарда. В другой раз Евросоюза. Нет, ты говоришь мало. Причём на беженцах порядка шести миллиардов мафиозной структуры отработали. И у меня есть какое-то странное подозрение, что они поделились, потому что операция была сильно логистически проработана, она была организована очень хорошо. Они до сих пор имеют все карты маршрутов. Там мощно это всё работает. Конечно, там есть и некоторое количество беженцев, но когда здоровущий мужик говорит, моя жизнь разбита, я вот не знаю, что мне делать, я не переберусь в Англию, когда снесли лагерь Кале, блокировавший фактически тоннель под Ла-Маншем, незаконный лагерь. А как же я буду жить? Ну, не берёшься ты в Англию. Мы, слава, перебрались в Англию. Мне вроде нет, живём. А я доеду до Германии, австрийское руководство говорит, мы не прихожая Германии, мы не будем здесь сидеть и ждать, когда у нас придут очередные 200, 300, 500 тысяч человек, которые надо в Германию, потому что Меркель сказала, заходите. Ну, Балканы просто ставят ограждение на границах. В Венгрии то же самое. Люди жить хотят вообще-то со своими странами. Глупцы! Ну, наивные люди, они не хотят, чтобы Брюссель договорился с Ардамом. Жить они хотят. Беженцы должны жить, беженцы. Они должны жить. У нас сейчас вот в городе Канакши, в Мурманской области... Кандалакши. Кандалакши, что ли? Есть ещё Кандапуга. Да, французы же, французы. Финны. Финны, французские. Закрываешь границу там... Не пускают. И не пускают. Они говорят, нам в Финляндии срочно, говорят, нельзя. И они тут выглядят, знаешь, как такое... Говорят, Снегурочки, я, конечно, понимаю, что тебе холодно, но не так, чтобы ты почернела. То есть, они там все такие ужасающие, в непонятной одежде. И я считаю, что вот это можно публиковать в Афганистане с криком, не надо ехать в Россию. Ну, я тебе могу сказать ещё одну вещь. Там же был, по-моему, недавно большой мордобой на какой-то мурманской дискотеке. Ну, они решили, что это... Где от безысходности мигранты, видимо, от нищеты, безысходности... Прошли на дискотеку и стали приставать к девушке. И вели себя очень плохо. И вдруг поняли, что это ни хрена не Кёльн. Нет, здесь точно не Кёльн. Мурманские наваляли. Не просто наваляли, а всех отловили, штабелями сложили и сказали, не Кёльн. Мурманские, сирийских, афганских, иракских, и вообще откуда угодно до своих девушек не допущают. Они ксенофобы. Евгений Янович Цитановский, президент Института Ближнего Востока и профессор Института стран Азии и Африки. На самом деле, Ближний Восток, убирая гениальную фразу из фильма «Белое солнце в пустыне» «Восток – дело тонкое», потому что у нас про Восток ничего не знают, кроме этой фразы, 90% тех, кто вообще о нём говорит. А толстое это дело, тонкое это дело, или вообще какое угодно, ты знания имей. В основном у всех какие-то мистические бредни в стиле Нострадамуса, только про восточный. Ну вот, например, какой год сейчас по восточному календарю вы знаете? Нет, не знаю. А как вы живёте? По хиджжей вы имеете в виду? Нет, по дальневосточному. А, нет, тем более не знаю. Ну, Ань, стыдно вам? Вы же вот востоковед, хотя и арабист. Согласна, после эфира буду посыпать голову пеплом. А по хиджжей какой год? И по хиджей я не знаю. Ну-ка, давайте выясним сейчас. Про год огненной обезьяны вы не знаете, я понимаю. Ой, я вас спрошу, Евгений Яныч, мы тут все православные собрались практически. Православные не означает без грамма. Так. Пржевальский был православным. Арсеньев, исследователь Дальнего Востока и Сихоте Алиния, и человек, без которого, может, у нас бы не было у Сурийского края, был вообще тоже православным, как и все его казаки. И чего? Так, по хиджи, 2016 год, по хиджи сейчас... Объясните, радиослушайте, пожалуйста, что такое хиджа, и все-таки, чтобы вы не ругались. Это про ислам. Исламские страны. У них летоисчисление по-другому немного. Это не для меня, это для эфира. Вы ему объясните. Значит, а что такое 1437-й, 1438-й? Видимо, там с года на год, да? У них совсем сложно по лунному календарю. Ну, потому что не совпадают, не 1 января же Новый год, согласитесь, правда? Ну, ладно, это мы немножко издеваемся над Анной Борисовной, потому что Анна Борисовна сегодня особенно хороша, и форма кокетства — это приставание к радиоведущим с различными туманными для них вопросами, хотя видит Госпога. Я не предполагал, что красивая женщина и даже блондинка не знает, что сейчас год огненной обезьяны, а будет при этом отбиваться, ссылаясь на свое православие. Еще бы святой водой меня окропил в студии. Да, про огненную обезьяну я подкачала. Хиджа от глагола «хараджа», что означает «выходить» и означает «переселение пророка Мухаммада из Мекки в Медину». От этого момента там и идет летоисчисление для тех, кто не в курсе. Ну, давайте так. Зачет. Но если бы это, конечно, было на оценках, то, я думаю, все-таки с учетом того, что подсказка из интернета была, в лучшем случае на тройку. Потому что ведь глагол «хараджа» — это тоже же из интернета. Нет, «хараджа», слушайте, я ошибаюсь. «Хараджа», а потом там же «хиджра», там «зэга» начинается. Значит, какой-то другой, наверное, глагол имеется в виду. Все, пришел Сатановский, унизил публично. После этого остается только бежать после эфира искать платок. Уплакать соловьёв. А платок у нас сидит там в виде соловьёва. Ну, радоваться тому моменту, что Сатановский у меня ничего не преподает по причине того, что я сейчас нигде не учусь. А мы знаем, что в УСАА есть такой момент, интересный, называется «пройти Сатановского». Проходит его не каждый студент до середины Днепра долетает. В основном там все уходят с двойками. И с какого раза получается? Нет, нет, в этом с какого есть. Потому что если у вас существует какой-то специальный случай, ну, например, не дай бог кто-нибудь умер у студента, то я его, конечно, пропускаю. Ну, потому что у меня была девочка, у которой за неделю до сессии умерла мама. И чего с ней было хотеть? Я ей поставил спокойно и сказал, вот осенью придёшь, иди и там разбирайся со своей жизнью, не марочь голову. Потому что нельзя валить детей, у которых такая ситуация. Ни в коем случае. Она потом спокойно сдала материал, ну, уже когда она в состоянии была это сделать. Но в этом году я не поставил ни одной двойки. И на самом деле зря, потому что заразили меня именно студенты. Вот восьмого я принял сессию, девятого уже стало плохо, а десятого уже было тридцать девять. Редкие мерзавцы, на самом деле. И главное, за что? Три четвёрки или четыре, остальные тройки. Ну, вот двоек не стал ставить. Дети ЕГЭ. Как говорит Соловьёв, редкий добряк сатановский у нас. Они написали потрясающий курс по курсовым. Они написали десять курсовых, из которых по экономике. Из которых девять я поставил твёрдые пятёрки, а одну там четвёрки. Такого в моей жизни ещё не было. И я с наслаждением ждал, когда они сейчас придут и всё будут знать. И они не в состоянии были ничего сказать. Эти... Они не умеют говорить. Они могут взять там информацию из интернета, из других источников, вот списать, скомпилировать. То есть, то, к чему, собственно, ЕГЭ и приводит. Но просто ответить на вопросы они не могут. У них память иначе развита. Она у них не... Это, знаете, как мелкая моторика. Вот когда у вас развивают почерк, мелкая моторика рук, она работает на головной мозг. А когда вы только шлёпаете по клавишам с печатными буквами, даже очень быстро, ну, у вас совершенно иначе мышление. А если вы, не дай бог, ещё и с компьютерными играми завязаны, тут совсем всё. Просто отключаются определённые разделы головного мозга. Поэтому я так люблю ЕГЭ, реформу образования, а заодно и науки, и реформы экономики, в основе которых всё-таки лежит высшая школа экономики, которая и разработала эти все реформы. И я её не зря называю высшую школу по разбазариванию экономики, а также ликвидации образования и науки. Ну, как есть. Мы живём в те годы, которые живём, в том веке, в котором живём, с тем начальством, с которым живём. И идея о том, что ты будешь жить как по-книжному, которая лежит, кстати, в основе всех революций. Потому что вот есть реальная жизнь, она такая, как она есть. Со взяточничеством, коррупцией, враньём, бюрократией, болтовнёй. И внутри неё можно пытаться, и очень часто с успехом, строить что-то хорошее. Не заморачиваясь только на то, чтобы весь новый мир построить. Потому что вторая идея – вырубить всё к чёртовой бабушке, а на вырубленном – взрастить свежие колосья. Мы этим с 1917 года занимались. В итоге у вас прорастает всё то же самое, только с большими колючками, дикими затратами, чудовищной кровью. Вообще-то говоря, я бы не сказал, чтобы что-то проросло сильно лучше. Ну, бояре раздражали Петра дико, да? И он их всех выкосил, кроме тех, которые к нему пошли. А что, что-то лучше стало? До него Ивана Грозного раздражали бояре, и он их выкосил. Помните эту всю историю? Опять что-то лучше стало. И так далее, и так далее, и так далее. Советская власть снесла империю. Ладно, знаем историю совсем хорошо. Когда же с такой кармой мы из круга Сансары выйдем с вами, Евгений Янович? Это православный человек, который говорит про своё православие. Ну, меня же только что приложили огненные обезьяны. Надо как-то соответствовать статусу. Да, с такой кармой, а также тхармой и многими другими созвучиями мы с вами будем сидеть на радио Вести ФМ. Ань, да то ли, да кули оно нас отсели не изгонить. Аки Бесов. Это мудрые слова. Слушай, Анна Борисовна про... Аки Бесов и Ангелов. Только не Аки Бесов, а Аки Ангелов. Меня Аки Ангелов? А вот Ангелы меня ещё никто не называл. Ангелы Ангелы Ангелы. Кстати, вот если уж сравнивать с Ангелой Меркель, у тебя точно ангельское лицо. Ну да, кстати, ей пошла бы борода, но, в общем... Время придёт, пойдёт. В толерантной Европе. О, да. Да, там была вурст, кончита, я забыл, что это теперь не шутка. Смотри, поведение Ангелы Меркель для меня лично прояснено. И её любовь к беженцам, которых ей запихивает Эрдоган, и готовность платить деньги. И всё это, в общем, на той же основе, на том же замесе, на котором она под благотворным воздействием президента Барака Хусейна Обамы, которого некоторые нетолерантные люди называют в российских куларах ушастиком. У нас есть такое прозвище, я что могу сделать? Ну, что это? Ну, Нинита Ниягу зовут Биби, Шарона звали Арик, а Обаму зовут Ушастик. Ну, и что такого, тоже мне проблема. Что вы смеётесь? Ну, есть у него такая прозвища. Так вот, это примерно так же, как она под его воздействием к нам развернулась. Избушка-избушка, повернись к Обаме передом, а к России задом. Чем осталось? Чем осталось? Там ещё боковые поверхности, она развернулась совсем не тем. Это к вопросу о том, что там у неё с беженцами. С беженцами всё хорошо. Будет то ли 3 миллиона в ближайшие два года, то ли больше, мы не знаем. А что будет с Европой? Мы знаем. Она либо станет никакой, превратившись в филиал Ближнего Востока, либо она фашизируется, ну, либо будут отбиваться, как израильтяне, в том числе, от своего канцлера. Жесткач. Якце Е. Новости Е-Е-Е.